здравствуйте дорогие друзья матч у нас бронзовой лиги в которой встречаются две команды киев юнайтед и команда сварок сварок играет в красных футболках большинстве случаев два футболиста в манишках можно наблюдать а киви юнайтед играет в голубых разыграли угловой а придержит футболиста сварога мяч я честно говоря вот так осели сразу в оборонники в united наверно с осторожностью хотят начать этот первый тайм не пропустив быстрого мяча вот тут неплохо играет карпенко виктор неприятнейшее столкновение как мы видим и как результат фол у нас на табло первая цифра которая меняет ситуацию на табло как раз фол со стороны сварога гавриленко на кучера кучер отыграл снова на юрия юрий так как-то небрежно наверно центр хотел сыграть на воробьева виктора ну и последовал удар гавриленко кучер гавриленко кучер играет на карпенко немного не точно вонар гавриленко воробьев разыгрывает аут юрий поглядывает как сыграть играет на воробьева может пробить неплохо достаточно пробивал слева ноги неплохой скоростной рывок спринт будем так говорить о двоих футболистов сегодня студзинский на воротах второй матч как раз когда он на воротах я понимаю кучер в эту передачу никто не откликнулся на мяч все равно чудным образом остается за командой киев юнайтед кто динский бросил на кучера воробьев поддел мяч не прошло кучер на гавриленко гавриленко на воробьева вот нар технично вправо уходил это не получилось сделать гавриленко на кучера кучер поперечная передача на воробьева воробьев на карпенко кучер на гавриленко воробьев боднар и за руденый слева играет правее боднар боднар с мячом играет назару дианова тут обработать мяч не смог но кучер как-то ошибается и и казалось бы подарил мяч для андрея для того чтобы тот пробил но удар не выходит должным образом карпенко на кучера хорошо отдал передачу между ног футболисту момент пока что не столь опасный но как как момент неплохо в целом барабьев на гавриленко чуть вытягивает на себя юрий и андрея зарудянова играть на карпенко карпенко разгоняется боднара не проходит в этом эпизоде а у для сварога очень грустный такой я бы сказал состав сегодня у сварога мал футболисты на замене то вернее их все совсем нету хорошо что 5 собрали и вот в темпе это команда никогда особо я бы не сказал была слаба потому что неплохо все бегут двигается но утреннее время тяжело собираться красным и шанс был только что превосходный у воробьева под левую ногу все как он любит виктор пробивал спарировали футболисты этот удар гавриленко далее удар для вратаря это пока что не составляет проблем гавриленко зарудяны немножко не динамично он разгонял этот атак карпенко хорош скорости нагнал отобрал и сыграл на студенского незапланированной передачи поэтому это разрешается зазуля андрей зарудяны перехватывать виктор эту поперечную передачу играет на карпенко а тот заблудился немножко с мячом долго думал играл и серьезно выбивает у нас мяч футболист фарога будет замена мяча а то мне надо было мне давать гавриленко я понимаю в этом эпизоде 1 был на мяче поставил опорную ногу и под опорную как раз соперник и задел мячом сварок финти это отдал передачи на зарудянова футболист немножко не точно карпенко пробрасывает мяч в ходу зафиксировать этот мяч не смог вратарь глава ротика на зазулю кучер немножко не так немножко спиной андрей играть на боднера за рудяна и андрей глобородьки это передача читалось ты хорошо подхватывает подбирает под левую ногу и очень хороший неплохой удар удается ему сделать рядом со штангой мы видим головородька на кучера на зуля передачи это не получилось кучер александр играет на дальнюю и карпенко на далее не замыкает водно нужно конечно наверно раньше все таки подсказывать своим партнерам пока мы пол красные синие точнее синие 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 кучер на карпенко карпенко в касание старался перевести точнее зазуле касание старался перевести на карпенко ну и тайм аут у нас берет сварок так слушай поломаем тактику поле быстро Удар от Боднера. Не точно. Гавриленко на зазулю. Снова Гавриленко пытается догнать мяч. И не хватает ему скорости, чтобы достать. Зородяны. Финтиет. Играет направо. Все, все. Давайте быстрее разводите. Не ждите. Удар от Кучера Александра. Приходится перед собой отбивать голкиперу, как мы видим. Зазуля отыгрывает назад. Гавриленко. Хорошая скрытая передача на Зазулю. Первый вратарь на мяче. Это только и стало залогом успеха, будем так говорить, в обезвреживании этой атаки. Под него, под него. Броши, броши его. Лево, лево, лево. Уходи, уходи. Шире, шире. Пусть без мяча. Право, право кто? Больше не надо. Катайся. Ним, ним, ним. Хорошо, хорошо, молодец. Молодец. Все, ничего, ничего. Ничего, ничего. Ничего, ничего. Нож хочешь. Рикнул бы. Да ты же не видишься, рекомендиции. Перейдите. Давай, еще раз. Гавриленко на кучу. И Александр обработал мяч. И сразу же касание хотел перевести Юрий как бы девятого номера на отходе, на отклеивании от соперника. Но не точная передача. Вот, наверное, хороший удар справа. Блокирует его с собой Юрий. Андрей, хороший плотный удар на Аниваз. Тут вратарю приходится подключиться. Хороший контроль от Сварога. Сейчас мы видим, честно говоря, не было стабильного, постоянного сбора у Сварога. И сейчас можно обратить внимание на то, что как результат очень неплохо начинали. И сейчас в таблице турнирной могла бы ситуация быть значительно лучше. Но как есть, так и есть. Голобородько играет назад. Горриленко. Снова Голобородько. Карпенко. Выбивает Боднер у него из-под ног мяч. Снова Карпенко и Виктор на кучера. Турот. Право, право кто-то. Право, за мной лево, лево. Там Саша играет. Саша, а? Саша, ты слева играешь. Витя встречает. Зарудина. Андрей с мячом. Играет поперечная передача. Граем, ребята, до конца. Право. А вот что дальше? Андрей Зарудина под левую. Карпенко с собой блокирует. Но уже есть некое недовольство, потому что большое количество моментов не удается забить. Воробьев Виктор играет налево. Гавриленко. Бросил мяч вратарь. Снова Сварок. Свободно, я бы сказал, переходит половину поля в свою. А вот уже на половине поля соперника некие трудности у них все же появляются. Все-таки поле еще по-прежнему достаточно скользкое. А Киеве на этом некомфортно, как мы видим, играть. Иду достаточно влажно на поле. Зарудяны. На паузе выждал. Оказалось, честно говоря, мне что под левую будет подстраиваться, чтобы пробить. Ну, пробил правый. С носка. Воднер. Снова Зарудяны. Андрей на центр играл. Гавриленко опережает. Карпенко навешивает. Мимо. Перепосовывается Сварог. Перехват сейчас от Киев-Юнайта. Два в один. Успеет Ли реализовать ту атаку. Очень неплохой удар был на исполнении. Я думаю, что просто слегка точности не хватило. И совершенно согласен с ломами Александра. Нормально. И какой же у нас гол ложит футболист команды Сваров. Как фамилия? Яковлев. Как еще раз? Яковлев. Яковлев. Забил у нас Яковлев и Андрей. Зазуля. Новоробьева. Повели в счете Сварог. Сейчас ситуация для Киев-Юнайта не в лучшую сторону сказывается. Зазуля. Карпенко. Говорит, Ленка, догоняй этот мяч. Хоть и с трудностями. А, зараза. Отдыхаем, отдыхаем. Поздно. Поздно. Зазуля навешивает, вот Нар первый на мяче, ну и выходит он в итоге за пределы поля. Зазуля на Карпенко. Карпенко снова на Зазулю. Гавриленко хорошо проходит, отдавал передачи на Карпенко, Яковлев Андрей, там вовремя включается в отбор Бонар, будет ли играть передачи. Обходит сам Воробьева, играет на Зарудянова, Андрей снова, казалось бы, под левую, но тут может быть темпа немножко было недостаточно для того, чтобы реализовать эту атаку Сварогу. Студзинский сблокировал. Ну и времени почти не осталось до завершения первого тайма 10 секунд. Яковлев Андрей разыграл аут. Езвучий свисток по завершению первого тайма 1-0, минимальная преимущество на стороне Сварог.